всем большой привет дорогие зрители и сегодня мы посмотрим работу одной одного из моих подписчиков работа скажем так в суровом состоянии и меня попросили просто посмотреть что из этого можно сделать и как сделать более законченную до более законченную работу у нас здесь открытые пути и звездочки и так давайте заблокируем фон проблема в том что как мне кажется первое это допустим вот так вот если смотрим линии очень тонкие по сравнению со звездочками то есть это немножко не соответствие то есть если бы линии были потолще а звездочки потоньше лично мне кажется смотрелось бы лучше далее смотрим такой момент против то двинем как-то в сторону вот то есть то звездочки были отдельно линии отдельно так вот выглядела роза что уже сама по себе здорово что человек нарисовал розу так сейчас я разберусь что у меня есть к тем вот моя роза сверху накладывали звездочки то есть что я хотела сказать давайте откопируем всякий случай допустим да вот это какая нибудь у нас тоже какой нибудь объект сделаем его поменьше покажу принцип допустим даже дискретная кисть допустим даже оставим все то же самое и допустим выделим одну из кривых можно даже давайте наверно всю розу выделим и допустим дадим ей то есть если бы допустим даже было бы вот так вот а вся роза выполнена в одном каком-то узоре допустим даже просмотр поставим допустим даже уменьшим размер да то есть каким-то вот таким вот образом у нас будет она хаотично то есть ну допустим да то есть так уже более-менее мне кажется лучше потому что есть совпадение да то есть во первых все объекты соблюдается композиция что ли то есть вот эти верхние звездочки они немножко путают нас о том что это вообще за объект и конечно же узнаваемость объекта да это это важно вот тут вылезла кажется еще ошибка какая-то далее смотрите если допустим хочется больше прорисовать какой-то объект то есть просто покажу что мне вот кажется я скажем так не совет а чтобы я сделала у нас тут явно видны листы да то есть листики и допустим это образно надо очень быть обведем один из листиков я бы конечно добавила еще цвета цвета цвет вот а взяла допустим один листик заливку я бы у него убрала и допустим сейчас просто оставим черно-белый какой-нибудь кредиент это не обязательно но так будет скажем так форма розы прослеживаться еще сильнее допустим какой-нибудь эффект ну допустим сам идеальный градиент серый заменим раз у нас голубая роза заменим на какой-нибудь такой голубой блик вот то есть благодаря таким вот бликом можно еще больше создать именно форму розы ты чтобы было понятно да например вот тут у нас с лепесток давайте например еще вот лепесток да сделаем но это уже конечно же усложнит саму работу сделает я такой воля объемный но и более красивой безусловно то есть красота немаловажный фактор для продаж вот давайте например поэкспериментируем получится ли у нас эффект затемнения снова если мы делаем тень то она получится наоборот да то есть тень у нас же внизу вот так вот то есть здесь мы затемнили так мы сынок по немножко сделаем пока что и поставим вниз чтобы под нашими контурами это было то есть допустим здесь мы затемнили то есть мы разделяем листики таким образом да то есть вот у нас осветление основа здесь у нас затемнение основа вот и благодаря конечно же таким вот объектом до которые разделяют листики наш объект точнее наша наша роза будет более объемная допустим давайте даже посмотрим вот у нас наши контуры да давайте просто разрежем что у нас остается вот у нас по сути только несколько листиков остались да а здесь надо будет конечно же где-то где-то не совпало и надо будет руками вырезать но как вариант тоже было бы неплохо если такой вариант как бы не очень до человеку допустим подходит и он хочет все-таки сделать обычные контуры и допустим просто где-то совсем чуть-чуть подсветить сейчас я покажу как я поняла идею что человек хотел сделать я бы подсветила какие-то локальные моменты то есть не не всю розу до допустим где-то на центр до обычно там подсвечивать и эти публики я бы сделала разные то есть один яркий один менее яркий один больше другой меньше и конечно же должно быть гораздо меньше то есть вот тут вот были гена вот аналогия звездочек то есть их просто очень много и может быть за счет этого теряется форма розы если мы все таки хотим сохранить форму нашей розы то ну вот каким-то таким вот образом я бы просто подсветила да его можно сделать цветным там и так далее допустим да вот то есть несколько вариантов либо контур с подсветкой либо сделать лепестки допустим вот из вырезанного да там если по вырезать то можно очень быстро вырезать все эти лепестки и придать им какой-то эффект мне нравится осветление поэтому я будем осветлять только надо будет потом поставить чтобы это возможно даже будет еле-еле видно вот и даже в общем вот так вот возьмем и поставим вот да у нас прям целая роза получается всем даем эффект осветление блокируем что нам сейчас мешает вот видите это получается наш один объект у нас не разгруппировался ну да ладно сейчас я уже не буду резать потому что мне главное передать идею того что я хотела вам сказать вот таким вот образом но так в общем и целом роза прослеживается то есть розу видно можно понять что это роза безусловно осталось только я скажу так доработать и определиться уже вот таким завершающим видом если даже вот использовать вот эти звезды но они конечно немножко грубовато все таки то есть если их сделать меньше давайте допустим раз группируем или поставить их меньшее количество во первых она сама по себе сделана не очень правильно да в чем ее причина что она тут мой там пипетку градиент у нее самый крайний хвостик не черный был по rgb поэтому она если мы делаем какой-то эффект видите остается белый квадрат как этого белого квадрата избежать выделяем градиент делаем полностью черным по rgb именно по rgb не по какой-либо другой палитре и собственно у нас исчезают края первый такой момент далее можно поработать самой звездой изолируем у нее желтый зеленый цвет то есть возможно возможно да я бы тоже у нее сделала края более такие смягченные то есть чтобы больше был эффект от центра к к середине да допустим вот так вот допустим у нас появилась такая звездочка центральный радиальный до градиент я бы сделала умение ярко выраженным вот так сделала ее вопроса помягче да то есть если говорить по простому сделала бы ее помягче вот и уже в таком виде бы да я ее поставила на свою розу но опять же в меньших количествах то есть все хорошо но когда их слишком много то уже перегруз теперь но перегружает саму розу то есть это бы я сделала бы уже руками то есть если вы видите я как-то ставлю даты хаотично немножко здесь бы поменьше сделала есть возможно даже побольше то то есть вот так вот я закрываю там возможно где-то контуры до вылазит то есть конечно надо будет редактировать по идее но сейчас мы просто смотрим как можно ну вот так вот если хочется прям создать много вот этих розочек да допустим допустим я бы их поставила даже скорее наверное под розу если есть такая необходимость прям вот их использовать но в таком бы случае я у розы сделала бы задний фон сделала бы я это как-нибудь сейчас покажу как тянет все на голубой давайте берем цвет так кстати еще красиво так как бы я сделала создадим черно-белую маску допустим другая сфера будет у нас ну какого-нибудь одного однотонного цвета допустим красная маску ставлю наверх делаю их одинаковыми прячу под маску получается у меня вот такая сфера но цвет можно будет поменять давайте сделаем потемнее я разошлась и переносим нашу сферу вниз под розу ну допустим а у нас что-то вот нас эта роза попала в группу вот группируем и вот все поставим в сторону так это нам уже не надо я вам просто принцип показывала так в принципе ту розу тоже можно удалить я же ничего такого особенного и так мои звездочки да допустим я все-таки хочу их оставить там какая-то у них есть идея форма там или просто они мне нравятся но я не хочу чтобы они портили мою розу так вот заходим мой эллипс ну опять же то нас было просто как вариант все уменьшаем то есть уменьшаем мою розу в том числе и допустим мои звездочки но опять же да то есть изолировать все розочки надо не розочки а звездочки подводим градиент и делаем это как бы сделала я самих звездочек тоже мы делаем более темные края но если мы хотим создать эффект эффект свечения наши таки снова изолируем control а все выделяем и даем какой-то им эффект все выходим из изоляции я дала эффект осветления что у меня задний фон тоже какой-то цвет имеет это тоже имеет какой-то цвет а если убрать все ну ладно давайте оставим что-то оставим так ну теперь давайте посмотрим вот с этим вот не самым нижним слоем кстати он еще подсвечивает вот эти вот наши где у нас есть объекты да и роза становится такой прям стеклянный это возможно тоже может сыграть такую хорошую роль то есть видите она затемняется и внизу вроде как есть мои звездочки но они не 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 портят саму розу здесь конечно у нас эти звездочки они прям по контуру идут если использовать идею чтобы они были на заднем фоне конечно же они должны быть так вот разбросаны но это если они все-таки идут как фон да то есть так вот немножко они должны быть раз распушенные то есть вариантов много здесь просто надо импровизировать ничего опять же не боятся просто вот так вот да то есть возможно эффект взрыва то есть они по краям будут более мелкие в центре они будут более крупные вот заготовка хорошая работа хорошая просто надо сейчас больше экспериментировать и конечно же параллельно изучать иллюстратор так в принципе тоже хорошо но надо доработать надо посмотреть надо доработать может быть просто уменьшить их количество да то есть как-нибудь их так проредить допустим то есть не по контуру их делать либо изначально когда выпускаете их по контуру делать их не так часто до либо меньшего размера допустим да допустим их проредили до мне кажется их все равно как-то многовато они немножко заполняют собой много пространства и они ну сбивают с основной идеей что что у нас на композиции все таки у нас основной объект это цветок и мы должны обыгрывать именно сам цветок то есть допустим уже вот так вот уже видно цветок то уже есть и звездочки и видно цветок и если дальше его обрабатывать допустим давайте сделаем не просто фонда а именно какой то давайте не будем мучиться и сделаем однотонную композицию с однотонной всегда работает проще в принципе наверное это все что я хотела вам сказать в этом видео у меня пока больше идей нету по доработке данной работы надеюсь видео было вам полезным и интересным всем спасибо за внимание и всем пока 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 пока